ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИИ И КОНТРОЛЬ Ладога-11, которая вышла из Архангельска в Наринмар еще на прошлой неделе, застряла в Печорской губе из-за огромного скопления льда. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Александр Цибульский представил ежегодный тоглат о социально-экономическом положении в Ненецком округе, включающий основные направления бюджетной, налоговой и инвестиционной политики региона. Мучить сухими цифрами присутствующих на внеочередной сессии регионального парламента в Рио губернатора не стал, а высказал свое введение о перспективах бюджетной политики. За последние 10 лет Ненецкий округ стремился к созданию бюджета развития, но достичь поставленной цели так и не удалось, отметил в начале своего выступления Александр Цибульский. Не исключение и бюджет текущего года. Действительно, наверное, очень резкое и самоуверенное с моей стороны заявление, и меня можно в этом упрекнуть, но я честно задаю себе вопросы, на которые не нахожу ответа, и, может быть, вы мне сейчас поможете и скажете, опровергните мои ощущения. Если у нас уже много лет существует бюджет развития, о котором мы говорим, то почему в округе, который находился в бюджетном профиците на протяжении многих лет, и при высоких ценах на углеводороды до сих пор нет хороших дорог, у нас огромное количество аварийного жилья, люди десятилетиями в городе Наринмаре стоят в очереди на получение жилья и переходят из категории нуждающихся в жильях, категорию переселить немедленно в связи с угрожающим жизнью состоянием жилищных условий. Это вопросы для Наринмара особо актуальны, потому что это все-таки не мегаполис с миллионным населением, а город в общем достаточно небольшим количеством населения, и, как мне кажется, эти вопросы могли решаться. Тем не менее, определенные подвижки в этом направлении, но видны только в последние годы. Сейчас основная задача – не искать виновных, а подумать, как исправить ситуацию, отмечает Александр Цибульский. Ощутимый эффект должен быть на дорогах, квартирах и каждой семье. Бюджет должен иметь две составляющие. Первая – социальная, вторая – стратегическая. Экономика региона перешла в фазу устойчивого роста. Это связано с международной финансовой и экономической конъюнктурой, с ростом мировой российской промышленности, а это связано с увеличением потребления уклеводородов. Мы с вами понимаем, что для бюджета, который во многом зависит от доходов именно от этой составляющей, для нас рост мировой и российской промышленности – это прямая корреляция с увеличением дохода бюджета. И сейчас мы находимся в очень позитивном тренде в этом направлении. В округе удалось выстроить сбалансированную бюджетную политику, увеличить доходы от поступающих налогов от юрлиц, снизить расходы на обслуживание госдолга и сам долг, что существенно увеличивает финансовые возможности для принятия инвестиционных и социальных решений. Но проблемы между тем остались. Одна из них – отсутствие должной системы планирования. Один из примеров, который привёл в Рио губернатора – ФАП в Шойне, который мог бы уже больше года принимать пациентов, но из-за того, что в период планирования не были предусмотрены изменения в СНИПах, запуск объекта в настоящий момент невозможен. Но отрицая «предлагай», отметил Александр Цибульский, озвучив пути решения существующих проблем. В основе любого нашего начинания должно всё-таки, коллеги, стоять чёткое планирование. Это должен понимать каждый, кто принимает участие в формировании окружного бюджета. Непроработанные, непросчитанные, не имеющие необходимой документации и предложения, приниматься не должны и не будут. Я в бюджетном процессе нахожусь в течение последних семи, чуть больше месяцев на территории округа довольно плотно, и скажу, что это безобразие, коллеги, так, как мы планируем бюджет. Я об этом уже однажды говорил, но в последний момент приходить с мероприятиями, на которые нет необходимых предусмотренных законом документов, которые не запланированы заранее, которые не проработаны, которые имеют примерную ориентировочную стоимость, это невозможно. Так мы никогда не спланируем свои расходы и не сможем грамотно использовать наш бюджет и финансовый документ. Чтобы таких ситуаций больше не возникало, в Рио губернатор попросил финансовый блок ужесточить подход к главным распорядителям бюджетных средств, кардинально усилив ответственность за некачественную подготовку документов. Если не исполнение, не принятие подобного рода документов будет приводить к неисполнению услуги, не доведению до граждан каких-то наших обязательств или не начало реализации проекта, то я предлагаю это рассматривать как умышленная или неумышленная халатность в работе и, в принципе, саботаж. И вообще, если это будет наносить серьезный ущерб дальнейшим нашим финансовым, а я имею в виду здесь в первую очередь по экономическим проектам, то здесь вполне себе можно даже рассчитывать и упущенную, неполученную выгоду для бюджета, а это, извините меня, уже прямой ущерб для бюджета, и мне кажется, есть смысл даже с такими кейсами обращаться в правоохранительные органы. Важной частью работы должно стать публичное обсуждение инициатив. Кулуарным, междусобочком, по принятию финансовых решений, конец, отметил Александр Цибульский. Вторым шагом должна стать профессиональная детальная проработка проектов. В качестве цели необходимо обозначать абсолютно осязаемые объекты от начала и до четкого завершения. У меня уже есть предложение по поводу списка таких целей и объектов. Я в самое ближайшее время их также публично обязательно озвучу. И мы вместе с населением и с депутатами обязательно пообсуждаем, правильно ли я вижу те основные направления объекта, которые, как мне кажется, могут существенно улучшить социально-экономическое положение нашего региона. Третье направление, которое в своём докладе отметил Александр Цибульский – контроль. Он позволит не только полностью владеть ситуацией, но и корректировать её в связи с меняющимися условиями и требованиями, например, СНИПов. Постановка целей, их достижения и контроль за ними должны стать тремя китами при реализации бюджета развития, которому округ стремится. Но чтобы тратить деньги, нужно и зарабатывать. Говоря о пополнении доходной части казны Ненецкого округа, Александр Цибульский отметил, что регион привлекателен в инвестиционном плане. Картина почти идеальная. Правда, очередь из инвесторов пока не стоит. Но у региона есть все основания предлагать конкурентноспособные и комфортные условия для работы в Ненецком округе. Однако остаются проблемы по регистрации объектов недвижимого имущества юридическими лицами. И в этом направлении надо активно работать. Потому что мы знаем, что налог от имущества юридических лиц является в части налоговых доходов одним из основных в статьях доходов нашего бюджета. И здесь нам с вами надо всем, и в первую очередь главам муниципальных образований, предлагать максимум усилий для того, чтобы такие объекты выявлять и на законных основаниях должным образом ставить их на качественный кадастровый и налоговый учет. В качестве предложения Александр Цибульский озвучил возможную мотивацию для муниципалитетов в данном направлении. Я предложу для обсуждения такую возможность, чтобы разработать механизм возврата части добавленной прибыли, которую получает окружной бюджет, в муниципальный бюджет. Словно говоря, если мы заработали 100 рублей от постановки и регистрации новых объектов в недвижимом имущества юридических лиц, давайте там условно 20 рублей будем отдавать обратно муниципалитет для того, чтобы эти муниципальные образования четко понимали свой стимул и свою мотивацию. При этом этот возврат не должен быть, наверное, одномоментным, а должен уже дальше от этой исчисляемой суммы быть постоянным, ежегодным. И это и будет тем самым бюджетом развития для муниципалитетов. В целом, говоря о доходах окружного бюджета, Александр Цибульский обратился ко всем присутствующим активнее представлять свои идеи по наполнению региональной казны. Все время полагаться на доходы от углеводородов – комформистская позиция, ведь их движение непредсказуемо. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Собрание депутатов Ненецкого округа согласовало кандидатуру трех заместителей губернатора. Как отметил глава региона Александр Цибульский, все кандидаты на должность вице-губернатора имеют необходимое образование, стаж и опыт работы. Александр Лидер будет курировать работу строительного и промышленного блоков администрации. Помимо департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, он станет контролировать работу департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Александр Владимирович имеет два высших образования, обладает опытом работы и практическими знаниями в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса. За период своей деятельности занимал руководящие посты как в органах государственной власти, так и коммерческих структур. Имеет опыт работы в строительстве ЖКХ больше 10 лет. Кандидатура Александра Владимировича соответствует требованиям, установленным окружным законодательством. В зону ответственности еще одного зама Евгения Калашник будет входить государственный финансовый контроль за расходованием бюджетных средств. Евгения Александровна имеет высшее образование, опыт работы на государственной службе. Кандидатура Евгения Александровна соответствует требованиям, установленным окружным законодательством. В настоящее время к компетенции Калашник отнесены координация и контроль деятельности органов исполнительной власти по направлению государственного финансового контроля за расходованием бюджетных средств, соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, развития кооперации. Она также координирует и контролирует работу управления имущественных и земельных отношений Нинецкого автономного округа. Иван Болтенков в структуре администрации Нинецкого округа будет курировать вопросы инвестиционной деятельности, контролировать деятельность исполнительных органов власти по направлениям международного и межрегионального сотрудничества, взаимодействия со стратегическими инвесторами, а также координировать работу представительств регионов в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельской области. Иван Александрович имеет высшее образование, опыт работы в органах власти на федеральном и региональном уровне. Трудовая деятельность отмечена наградами иностранных государств, грамотами, благодарностями различных министерств и министерств. Поддержка кандидатур вице-губернаторов со стороны депутатского корпуса была единогласной. Ледовый покров в устье реки Печора не позволяет первому в этом году сухогрузу дойти Большим морем в соответствии с графиком Дон-Ринмара. Сложную нештатную ситуацию вокруг торгового судна «Ладога-11» держат на ежедневном контроле капитан Морпорта, судовладелец и спасательные службы округа. Подробности пленения сухогрузного теплохода в материале Тимофея Жукова. Морская навигация в Ненецком округе в этом году открылась на четверо суток раньше по сравнению с прошлым годом. Погодные условия позволили капитану Морпорта дать отмашку на прохождение судов через Баренцево море уже 15 июня. Речную навигацию мы открыли с 5 числа, пока освобождалась Печора, пока основное русло освобождалось, и где-то уже с 15 числа открыта морская навигация. Ждем суда, которые должны уже к нам идти привозить товары и грузы по северному завозу. Однако в график навигации неожиданно вмешалась погода. К сожалению, складывается такая обстановка, что Печорская губа забита еще остатками льда, то есть действуют пока северные и северо-западные ветра, так скажем, северных направлений. Поэтому, к сожалению, первый пароход зайти не может. Но, думаю, к концу недели мы все-таки его дождемся. Круглосуточную ситуацию держит на контроле и компания-судовладелец «Ладоги-11». В настоящий момент судно находится при входе в Печорскую губу. Судно прибыло туда в понедельник. Неоднократно были попытки преодолеть суровые ледовые условия, которые в настоящий момент присутствуют. Но, к сожалению, пока ветра, которые работают прижимные и гонят лед к порту Наринмар, не позволяют нам осуществить заход, безопасный заход. Полагаем, что к выходным, по результатам смены ветра, судно сможет безопасно достичь порта и приступить к выгрузке груза. В трюмах «Ладоги-11» – груз, который ждут строительные и торговые компании округа. Более полутора тысяч фрахтовых тонн. В основном это строительные материалы, товары народного потребления, продукты питания, техника специализированная для Министерства обороны. В эту навигацию сухогруз «Ладога» не менее восьми раз ещё доставит грузы в порт Наринмара. Регулярность составит гарантированно два судозахода в месяц. К прибытию сухогруза готовится и морской порт Наринмара. В зимний период к навигации подготовили технику и механизацию. В наличии и вселюдские ресурсы. Тимофей Жуков, Антон Ведряков, Телеканал «Север». На улице Студенческой сгорела бывшая столовая санаторно-лесной школы. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Нинницкому округу, пожар произошёл в 8 часов вечера 20 июня. На борьбу с огнём выехали пожарно-спасательные расчёты в составе 17 человек и 5 единиц техники. На момент прибытия пожарных деревянное одноэтажное здание площадью примерно 200 квадратных метров горело по периметру всей кровли. Расположенный поблизости водоём позволил оперативно пополнять запасы воды для тушения огня. Пожар удалось локализовать спустя полтора часа. По словам очевидцев, происшествия на территории санаторной школы неоднократно были замечены несовершеннолетние. Причину пожара предстоит выяснить компетентным органам. Реконструкция автодороги вдоль улицы авиаторов начнётся не раньше следующего года. Проезжую и пешеходную часть улицы необходимо привести в соответствии всем необходимым требованиям и стандартам. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения сообщил первый заместитель главы города. По словам Андрея Бережнова, реализация проекта по реконструкции улицы авиаторов началась ещё в прошлом году. Сейчас проект находится в стадии завершения и проходит государственную экспертизу. Надеемся, что к середине июля получим положительное заключение. Все ошибки там проектировщик устранил. И будем через отправление паспорта и институционного проекта предлагать на следующий год для причинения бюджета округа. наше институционное мероприятие. Потому что действительно дорога в непригодном состоянии. Район авиаторов активно развивается. Отсутствие татуаров, да и сама дорожная сеть, значит, она создаёт сложности для всех участников дорожного движения. Точные сроки начала реконструкции автодороги станут известны после того, как решится вопрос о финансировании работ. Будущие ветеринары, учителя физкультуры, спасатели и электрики Ненецкого округа впервые сдали экзамен по международным стандартам. Задания демонстрационного экзамена были максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов WorldSkills. А результаты внесены в специальную информационную базу, к которой имеют доступ работодатели. О том, как проходил экзамен у спасателей, расскажет Ирина Нежалова. В роли пожарных пока ещё студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Но не все, а только 10 самых лучших из 29 выпускников отделения защита в чрезвычайных ситуациях. Но так как это пилотная апробация, мы выбрали на сегодняшний день 10 человек. Студентов, которые действительно могут проявить, справиться. Не сомневаюсь, что и остальные студенты тоже могут справиться. Но это наиболее такие сильные, подготовленные студенты, которые сегодня уже, в принципе, готовы пойти осуществлять свою трудовую деятельность в органах МЧС. В будущем эти ребята пополнят ряды пожарной спасательной части. А сегодня должны показать свою готовность спасать жизни людей и преодолевать трудности, несмотря ни на что. Это всё такое, скажем, небольшая абстракция. На пожаре препятствия могут быть различные. И проползти, и где-то пробежать, и от чего-то увернуться. Ну и здесь просто, можно сказать, проверка на выносливость по каким-то препятствиям. Так что это не имеет значения, по сути. Ты их должен пройти, несмотря ни на что, какими бы они не были. Это сложно, это круто, это что-то новое. Я буду рад, если это будет продолжаться. Ну, просто это действительно интересно. Мы оточили свои навыки работы с рукавами, боевого развертывания, узлы, надевание боёвок, преодоление полосы препятствий. Всё это вкупе большой плюс мне дало, как в физической форме, так и для моральной подготовки своей. На каждом этапе испытаний выпускников оценивает комиссия, состоящая в том числе из потенциальных работодателей. Главное отличие демонстрационного экзамена от итоговой государственной тестации в обычной форме в том, что экзамен предпринимают работодатели. То есть это позволяет оценить именно независимо наших выпускников тот уровень подготовки, теоретические знания, практических умений, которые они приобрели за время обучения непосредственно в учебных заведениях. Мы всегда рассматриваем в приоритетном порядке ребят, которые занимаются спортом, которые показывают серьёзные навыки и умения, которые участвуют в различных мероприятиях. Безусловно, у них будут преференции, если, соответственно, пожелаются работать в наших коллективах. Демонстрационный экзамен проходит по международным стандартам, поэтому практически в каждой комиссии есть сертифицированные эксперты с другого региона. Надо понимать, что это проект пилотный, и техникум только начинает в этой области развиваться. И многие задания ребятам даются тяжело, но руководство, я считаю, правильно приняло решение, что сначала по третьему коду провести задание, чтобы и наше присутствие, и как экспертов, многое помогло, ребятам что-то показало, помогло, рассказало, чтобы в последующем им было намного легче, и готовились не только к демэкзаменам, но и мы их ждем для участия в отборочных соревнованиях, и дай бог, на национальном финале. В этом году демонстрационный экзамен проводился по четырем компетенциям – ветеринария, спасательные работы, электромонтаж и физическая культура. Испытания прошли 52 выпускника учреждения профобразования, по итогам которых первыми в регионе получили скилл-паспорта. Эти документы отражают уровень компетенции выпускника в соответствии с международными стандартами. Ирина Нежалова, Владимир Рожин, Сергей Качегов, Телеканал «Север». На этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.